Друзья, всем привет! Вы слушаетесь Degast, 117 выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. На дворе стоит весна 2020 года. И сегодня у меня в гостях Денис Подрухин, директор компании разработки Inadi. Денис, привет! Привет-привет! Ну что, давай по традиции расскажи немножко больше о себе, как давно ты и чем занимаешься. А дальше поговорим про разработку интерфейсов, всякие такие интересные штуки, дизайн и прочие вещи в приложении к программному обеспечению. Давай. Ну, если говорить о себе, то я занимаюсь непосредственно разработкой программного обеспечения где-то года с 2008. Начинал еще фрилансером, потом мы в 2012 открыли компанию, ну, такую маленькую, сначала друзьями. Ну, и вот с тех пор мы делаем интерфейсы, ну, дизайн интерфейсов, разрабатываем программное обеспечение. Собственно, все. Ну, как все. Суммарно у нас где-то в портфолио, ну, проектов 170-200. Я, если честно, перестал считать где-то на сотом. То есть, как бы, ну, там в основном, конечно, мелочь. Там мы, как правило, берем, знаешь, один крупный проект и там, не знаю, 1-5 мелких в зависимости от нагрузки. Ну да, но у вас там есть довольно-таки крутые штуки там про яхты. Ты расскажи немножко, все равно интересно же послушать. Ну, да, давай. То есть, в 2008-м там мы начали еще фрилансом. Сначала разрабатывали, точнее, я разрабатывал программное обеспечение на ВБА. Это Microsoft Office. Visual Basic. Да, Visual Basic for Application. Соответственно, причем тогда это было, ну, скажем так, востребовано. То есть, во многих компаниях стоял офис, и они там какие-то документики генерили. То есть, еще не было такой эпохи ARM-ов, да, со всякими базами, с, как бы, хранилищами, типа, вот, 1С, Витрикса, там, Шриппойнт и подобного подобного. Только-только начиналось все. И, соответственно, тогда я, первая такая серьезная разработка, это автоматизация работы бетонного завода, на котором я работал в то время. Соответственно, полно, ну, автоматизация документа оборота, при этом программка была сделана просто, это был обычный Excel-файл, соответственно, который генерил Excel-таблицы, Word-файлы, и принимал данные непосредственно с железяки через, там, LPT-порт. Как-то так. Шикарно, шикарно. Да, да, да. Потом мы начали фрилансить, соответственно, я уволился, там, с завода, ну, как раз это 2008-2009. Начали фрилансить, сначала тоже занимались, там, вот, разработкой ПО, начали фрилансить с другом. То есть, он дизайнер у меня, как бы, до сих пор с ним работаем. Соответственно, потом мы начали делать всякие, уже, ну, как бы, стали делать программное обеспечение, ну, на нормальных, скажем так, языках программирования, не внутри офиса. Да, потом перескочили на дизайн. То есть, там, длинная история, не хочу особо так вдаваться, но смысл в том, что сначала занимались разработкой ПО, потом стали заниматься дизайном, и теперь мы снова вернулись к разработке ПО, только уже более серьезно, там, полный цикл, скажем так, и чуть-чуть покрупнее проекты. Вот, соответственно, сейчас непосредственно моя роль – это руководство командой, ну, и, там, проектирование архитектуры UI и UX, что касается навигации, непосредственно архитектуру проектов, вот такое все. Ну, хорошо, ладно, технические вопросы, какие-то такие тонкости мы сейчас чуть дальше. Расскажи еще немножко про всякие интересные проекты, там, про яхты, про Боинги, и уж не знаю, что там еще было у вас. Ну, смотри, да, то есть… Я думаю, просто интересно будет послушать как раз-таки как подвозка к интерфейсу, да, чтобы в дальнейшем немножко контекст. Ну, в какой-то момент мы занимались разработкой ПО, и у нас, как бы, заказик был на какой-то киоск сенсорный, и надо было сделать дизайн. Соответственно, я привлек там друзей, мы там накидали дизайн, все всем понравилось, и вдруг мы осознали, что это, как бы, востребовано, и в этой нише мало кем занято. Это именно дизайн ПО, то есть это дисктопное ПО, мобильное ПО, там, встраиваемые системы всяческие. Собственно говоря, в основном мы как раз тогда делали встраиваемые системы. То есть, так как-то, пятое на десятое, где-то году в 2010-2011, там, к нам пришел немецкий производитель яхт и других надводных судов. Ну, из того, что мы видели, из интересного, это ледокол русский, где вот интерфейс, который тоже мы делали. Ну, и яхты там всякие богатые, которые паркуются в Монте-Карло. Это был, наверное, один из самых крутых проектов вот именно на фрилансе. То есть, тогда еще не было компанией, мы чисто фрилансили. Нас на проекте было четыре человека тогда. Вот. Ну, так, довольно все серьезно. Соответственно, потом из интересных проектов именно в дизайне, это умные дома. Ну, когда в какой-то момент был бум, тоже это вот десятые, двенадцатые года. Соответственно, мы тогда сделали очень шикардосный умный дом, скажем так. Ну, интерфейс умного дома. У меня есть статья. Кто хочет, может, почитать. Да, мы ссылочки приложим, конечно же. Она на самом деле устарела. То есть, на тот момент это все было актуально. Сейчас я смотрю на эту всю австабилизацию очень сильно по-другому. То есть, вообще по-другому. Ну, по умный дом я потом, наверное, подробнее расскажу. Там интересная история именно технического характера и технологии реализации. Ну, и, собственно говоря, сейчас в основном мы берем только большие проекты. То есть, это срок от трех месяцев и больше. То есть, три месяца, это я считаю сейчас, ну, как бы это именно маленький проект, который мы берем в довесок к какому-то основной, ну, какой-то основной работе. Соответственно, ну, вот все. Давай уже, наверное, подробнее. Да, я просто про умные дома допомню, что мы тоже где-то примерно в те же года, там, на районе начала 2010-х, да, ну, поскольку я тогда работал в компании Т-Интегратор. И у нас там были модные темы Крестрона, вот эти все KNX и, соответственно, тоже тач-панели, и тоже, знаешь, включение, управление освещением всем подряд и что только-только можно. Но для таких супер богатеньких товарищей или там каких-то даже оборудовали какие-то там центры управления, я уж не знаю, там, сетционные центры, потому что, конечно, одна крестроновская тач-панелька, она там стоит каких-то там тысяч долларов какие-то вообще нереальные. Сейчас это все дешевле, конечно. Ну, это понятно, да-да. Но в те годы-то это же вообще было у Google. Ну, да-да-да-да-да. Кстати, мы еще делали, знаешь, бортовой компьютер автомобиля даже. О, видишь как. Но, к сожалению, он не вышел в релиз, то есть там у человека не хватило, ну, не знаю, финансирования, команды, денег, скиллов, да, делать это все. Ну, он такой простенький был, это просто по факту в основном медиаплеер, ну, знаешь, как дополнительный дисплей у Tesla, вот только в 10 раз проще что-то и поменьше. Ну, понятно, понятно. Ну, ладно, давай немножко попробуем как-то углубиться в всякие такие более интересные вопросы про дизайн, про интерфейсы. Вот, ну, может быть, чтобы, знаешь, для начала как-то понять вообще такое, как все это развивалось, давай попробуем провести какую-то такую ретроспективу. Вот там, условно говоря, 10 лет назад какие были технологии, тенденции, там, если мы говорим, ну, десктоп, не знаю, встраиваемый, что там было, как это раньше делалось, какие-то были. Потому что все равно вот, как ни крути, вся история, она вот развивается по спирали, да. Есть какие-то там одни подходы, именно визуальные какие-то там, потом они там теряют свою какую-то актуальность, чем-то заменяется другим, потом все возвращается назад. Ну, и технические, конечно, моменты, они только, я надеюсь, идут вперед. Ну, смотри, на самом деле, по технологиям, именно по технологиям все очень просто. Они не изменились за 10 лет, ну, чуть больше, да, там, ну, давай за 10. Ну, 10-15 не столь важно, да, там, плюс-минус. То есть, именно технологии, они мало поменялись, то есть, ну, вот как бы для нас конкретно. Да, кто-то там лютует, типа, вот, там, какой-нибудь Figma, там, Zepelin, это все прорывы. Да, это круто, но по факту, ну, как бы процесс мало поменял, оно добавило просто удобства, там, фишечек каких-то и прочее. А вот что касается непосредственно, что было интересного тогда и сейчас, то есть, непосредственно, ну, отличие, скажем, именно разработки, подхода к разработке дизайна интерфейсов. Будем именно говорить, уточнить, про ПО. Ну, да, да, да. Наверное, стоит сразу сказать, что веб-дизайном мы не занимаемся. То есть, мы, ну, единственное, что это, если не какие-то веб-приложения, там, какие-нибудь армы, админки и что-нибудь в этом роде. Ну, а вот конкретно веб-сайт и какие-нибудь интернет-магазины, что-нибудь такое, еще хуже, там, 1S Bittrex какой-нибудь, это вообще нет сразу, потому что это вообще отдельная среда дизайна, мы в нее даже не суемся. И, соответственно, тогда, что было тогда? Тогда была свобода творчества. То есть, ты мог делать все, что хочешь, и реально начинали проект, ты знаешь, как вот прям с нуля, и старались делать что-то, придумывать что-то свое, новое. То есть, вот именно привносить, скажем так. Сегодня есть отличия, сегодня есть гейдлайн. То есть, сегодня очень мало кто хочет делать что-то новое, именно из заказчиков имею в виду. То есть, может быть, дизайнер-то и хочет что-то новое нарисовать, но это слишком дорого, ну, именно для современных систем. То есть, все-таки раньше было попроще, чем сейчас. Сейчас все хотят и третье, и пятое, и десятое, интеграцию, и какой-нибудь там шаринг во все другое, ну, то есть, с какими-то другими платформами, чтобы и то было, и пятое, и десятое, повторяю все, да. И, как бы сейчас очень тяжело найти клиента, который готов рисковать. То есть, вот, допустим, делаем какое-нибудь мобильное ПО, как правило, нам говорят, вот мы хотим, как в Инстаграме, или, да, там, как, не знаю, как в WhatsApp, там, в Фейсбуке, да, все, что угодно. То есть, все ориентируются на гигантов, и, на мой взгляд, это неправильно. Почему? Потому что, ну, вы не Фейсбук и не Инстаграм, как правило. Ну, да, да, да. Зачастую, самое смешное, многие думают, что работа по гайдлайнам – это просто. На самом деле, нет. Гайдлайны, они делаются для дизайнеров, и что такое гайдлайны? Гайдлайны – это просто рекомендации по архитектуре дизайна, а не по самому дизайну. То есть, многие почему-то думают, что какой-нибудь материал дизайн – это обязательно вот эти вот плоские кнопки квадратные, там, да, с скрубленными уголками, там, тень, вот это вот. Не, нифига не так. Вот Google, кстати, где-то последний год, они в гайдлайнах как раз это акцентрировали на это внимание, о том, что есть, ну, архитектура, именно дизайн, то есть, из чего строится непосредственно проектирование навигации, там, слои интерфейса, ну, там, бэкграунд, там, да, кнопочки, какие-нибудь всплывающие сообщения, именно это послойное создание UI от нуля до релиза. Не знаю, как это сказать правильно. Ну, понятно, да. Соответственно, и они акцентрируют внимание, что ваш дизайн, ну, то есть, внешний вид, может выглядеть совершенно по-разному. Они там дают, например, всякие угловатые кнопки, треугольные, там, ну, такое. Но это правильно. То есть, на самом деле, вот сейчас вот, что касается гайдлайнов, у Google, наверное, они лучшие, у Apple они худшие в этом плане. Ну, это с точки зрения именно как для дизайна. То есть, не знаю, может быть, для разработчиков это плюс-минус. То есть, на что я именно акцентрирую внимание, что гайдлайны, они для дизайнеров, они не для разработчиков. То есть, вот просто программисту по гайдлайнам, на самом деле, очень тяжело работать, и они допускают, как правило, очень много ошибок на этом моменте. Что еще? Ну, вот касательно технологий, я уже рассказал про фигму, да, то есть, раньше это было Photoshop какой-нибудь, и файлы там по 20 гигабайт. Серьезно, там, какой-нибудь простой интерфейс, не знаю, какого-нибудь сенсорного киоска, там, на 10 экранов, и к нему файл там 20 гигов, там, хоба. Пиздишечка такая, да? Да, 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 пиздишечка. Вот. Сейчас все-таки фигма, она дает, ну, удобство в плане именно совместной работы. Ну, там, фигма, скетч, тот же запылин, как... Ну, да, 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 да. Если у кого-то, на Мака не стоит. Соответственно, сейчас, как бы, и плюс, все-таки векторная графика сейчас рулит, да, то есть, и это правильно, на самом деле, потому что почти, ну, очень мало UI-ов, которые, ну, которым нужен растр, по факту. Вот. Что-то это тогда. Да, тогда мы занимались в основном, скажем так, наш основной скилл был это оптимизация кода и графики. То есть, именно на быстродействие, на то, чтобы все летало, ничего не тормозило, и в этом мы были сильны. Сейчас, если смотреть на новые технологии для разработки интерфейсов, ну, непосредственно для разработки ПО, скорее, то у них есть там поддержка, да, быстрых анимаций, там, ну, тот же Flutter взять, да, из современного, ну, из сервера. А Flutter можно скормить там все, что хочешь, и он это все санимирует, и все, ничего не будет тормозить. Раньше так такого не было, да, то есть, раньше приходилось писать, не знаю, свой прорендеринг анимаций, чтобы они все летали, и, ну, это, конечно, был кайф, на самом деле, то есть, это очень интересно, и, допустим, ты видел какие-нибудь, ну, вот мы занимались одной из основных направлений, это WPF, естественно, смотришь на WPF, приложение, которое делаем мы, где у нас 2К-мониторы, все там, не знаю, навигации, перелистывание страниц, она работает, ну, вообще идеально, быстро, шустро, хоп, и даже это, ну, не видно, и смотришь, как это тормозит, допустим, у других, ну, узнаешь там по библиотечкам, по DLL-кам, WPF-приложения, либо просто знаешь, что сделаем она в WPF, и видишь, что люди до этого просто не доходили даже до таких моментов, а мы там писали, знаешь, именно свои пререндеры, пререндеры анимации, чтобы она, ну, просто более произведительно работала. Вот сейчас такого практически нигде не встречается, только в очень узких каких-то аспектах, либо при каких-то мегасложных анимациях, да. Ну, и, как бы, оптимизация кода, она сейчас тоже, ну, сейчас, знаешь, как, вообще все IT сейчас это херак-херак и в продакшн. Ну, да-да, слушай, вот в связи с этим, кстати, тоже, ну, вопрос такой вполне часто я задаваю, задаваемый мною. Вот смотри, раньше, когда действительно не было вот этих каких-то таких легких дополнительных слоев абстракции, да, вот приходилось копаться довольно глубоко, но это, с одной стороны, конечно, это требовало каких-то там затрат, да, ну, там, временных знаний, там, вникать в все это, разбираться, но на выходе давало очень крутой результат, и главное, он был предсказуемый и контролируемый тобой, потому что ты четко понимал, как все работает, да. То, что мы имеем сейчас, это вот там действительно, да, с одной стороны, стало легче, что ты там особо не надо задумываться, оно за тебя где-то что-то работает, но не кажется ли тебе, что это такая мнимая, как бы, мнимая такая польза, которая скрывает то, что все равно, когда ты начинаешь сталкиваться с какими-то более такими там узкими местами, а их не может не быть, ну, все мы, как бы, люди, везде есть какие-то ошибки, косяки, сложности, да, вот, и они привносят, наоборот, только усложнения, а самая главная еще мысль, что разработчики перестают понимать, как все работает под капотом, они знают, что вот, как бы, ну, как фреймворк-девелопер, да, что называется, то есть вот, то есть он не понимает, как там оно, в принципе, как устроен компьютер, как, ну, грубо, да, но у него есть, там, не знаю, API, там, не знаю, реакта, API, флаттера, и все, как бы, вот что, ну, хочешь отрендерить, на, кидай сюда, ну, все, ну, как бы... Я два часа назад собирал iOS-приложение, ну, именно билд, и я вижу там, знаешь, мне там 625 стадий билда, то есть, и я абсолютно не понимал, что оно там делает, то есть, ну, реально не понимаю, просто нажал, билди мне друг, и, знаешь, это, наверное, и в этом есть и плюсы, и минусы. Что касается, все-таки, нашего, там, да, темы разговора, вот в дизайне, оно, как бы, есть, вот этот вот фреймворк-девелоперчество, в основном в интеграции дизайна, да, в код, ну, в разработке этого практически нет дизайна, так или иначе, ты вынужден, там, до каждой кнопочку, каждое текстовое поле прорисовывать, там, до мелочей, до каждой линии, и в итоге ты знаешь об этих линиях и кнопочках все в своем проекте. Что касается интеграции, то, конечно, да, то есть, есть там всякие пакеты, скажем так, готовых компонентов и прочее, да, это используется, но мы, допустим, как ретрограды, мы, допустим, редко, практически никогда не используем паки иконок, то есть, ну, мы иконки сами рисуем, да, то есть, потому что паки иконок это такое совсем уже для, ну, совсем для простых людей, скажем так, да, редко, когда есть полный набор. Что касается готовых компонентов, допустим, в этом не вижу ничего плохого, то есть, потому что многие вещи пилятся реально людьми годами, то есть, мы, допустим, используем в текущем проекте библиотеку для генерации PDF, она там, ребятами пишется, и они там пишут ее 12 лет, то есть, столько, столько, у меня столько фирм, они существуют еще, сколько они пишут в библиотеку, то есть, понимаешь, мне не нужно, да, я знаю, какие в ней есть баги, то есть, я пишу, ну, связываюсь непосредственно с разработчиками, сейчас, вот, вот, кстати, да, вот хороший момент, сейчас есть возможность, какие-нибудь там компоненты, особенно если у них код на гитхабе, там, да, ты списываешься с разработчиком, создаешь какую-нибудь там мишью о том, что вот, чуваки, у вас здесь баг, и тебе, как правило, в течение недели это все правят, ну, это реальный кейс, то есть, или пишешь напрямую разработчикам какой-то платной приблуды, и они такие, о, да, спасибо, и в следующем релизе у тебя это поправлено, то есть, я считаю, это, то есть, есть тут и плюс, и минус, то есть, нельзя говорить, что это вот прям, мы идем вот к какой-то утопии. Ну, да, 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 но в этом плане, конечно, так сказать, то, что было там 10-15 лет назад, конечно, почти там open source еще не был настолько популярен, да, как он есть сейчас, и ты там какие-то библиотеки даже если использовал, то непонятно, кто их там, как, чего, где там, ну, там, все пиратели и всякое такое. Да, раньше просто не было поддержки в этих библиотеках, то есть, или какие-нибудь, ну, какая-нибудь группа, команда, или просто отдельный чувак выпускал в библиотеку где-нибудь на торрентах, непонятно где вообще, или на своем сайте, где-то она там у него, и все, как бы, ты скачивал ее там спустя 5 лет, оба, и как бы не мог ничего изменить в ней, то есть, потому что нет ни кода, этот чувак уже давно забил эту разработку, и контактов у уже нет рабочих и так далее. Сейчас такого, как правило, ну, практически не встретишь, только какой-то legacy, если код. Понятно, слушай, ну, а расскажи немножко вот про, знаешь, может быть, интеграцию дизайна в проект, потому что это тоже довольно-таки такое непростая штука, непростой, так сказать, процесс, да, назовем-ка, да, потому что, с одной стороны, есть и разработчики, которые там пишут код, и, как показывает практика, мало разработчиков задумываются о дизайне, им там показываешь две кнопки, говоришь, найди десять отличий, они говорят, да они одинаковые. Ну, чувак, ты что, не видишь, здесь ошибка, здесь сдвинута там вправо, здесь отцентрировано по левому краю, тут по правому. Да, ну, вроде одинаковые, кнопка написана нажать, все работает. Да, ну, мы-то с тобой это прошли, да, мы с тобой-то это как бы прошли на собственной шкуре много-много раз, вот, на наших проектах, вот, поэтому вот, соответственно, интересно, и с другой стороны, есть, как бы, да, дизайнеры, которые, с одной стороны, вроде как, им нет смысла, но и не их задача, там, влезать куда-то в бизнес-логику, прям глубоко имеется в виду, там, что-то такое, там, рефакторить, но, с другой стороны, все равно невозможно вот так, ну, в смысле, не бывает настолько идеальных проектов, что разработчики все грамотно понимают, там, разложили дизайн отдельно, все красиво, вот, так, интегрируется, никто никому там не мешает, не ругается, там, не матерится друг на друга, вот, расскажи, как ты со своей стороны воспринимаешь этот процесс. Может быть, опять-таки, дальше интересно, как, допустим, он, там, эволюционировал, и как какие-то инструменты, которые, или, там, техники, технологии, применяемые как разработчиками, так и дизайнерами, да, смогли немножко, может быть, улучшить, или, там, этот процесс, привнести что-то интересного. Сразу расстрою тебя, то есть, каких-то техник, технологий, к сожалению, особо нет, но там есть всякие мелочи, но они не влияют на результат, все-таки тут все дело в руках, то есть, знаешь, вот, крутой музыкант, он и на кастрюлях сыграет круто, то есть, все дело в скелле, то есть, и вот мы видим две проблемы, ну, не две проблемы, а два пути, как правило, это, допустим, когда у нас заказывают только дизайн, вот, чисто картинки, да, визуал, а интегрируют потом сами, либо, когда у нас заказывают дизайн-интеграцию, ну, или мы, или у нас под ключ проект, да, то есть, мы сами делаем дизайн-интеграцию. Соответственно, вот, когда только визуал, это утопия, в плане того, что, как правило... То есть, результат никогда не будет соответствовать дизайну. Да, результат никогда не будет один к одному, там будут отличия, программист несет свои отличия, потом маркетинг там, да, потом еще пара итераций, больше много заказчиков возвращаются за какой-то версией два, и на самом деле это правильно, потому что, как правило, дизайн нормальный становится где-то вот к версии второй, потому что, ну, любой дизайн проходит несколько там итераций, да, то есть, ты его внедрил и видишь, что, ага, ну, то есть, у нас приложение обрастает функционалом, обрастает, 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 в какой-то момент, допустим, там, кнопки начинают не влезать в панельку, да, инструментов, а, слишком много становится, не знаю, менюшек каких-то, там, которые нужно как-то пересмотреть, заменить. То есть, это такое естественное развитие проекта, как влечет, который влечет за собой усложнение интерфейса. Любой дизайн, как правило, направлен на какую-то конкретную сложность, да, то есть, ну, там есть, допустим, всякие виды окон, ну, если брать десктопное приложение, там, docking window, там, MDI window, просто обычный, там, не знаю, с риббоном какой-нибудь, как в офисе интерфейс, и, как бы, этот подход, они же выбираются не просто так, да, это зависит от задач. И часто бывает так, что проект на ранних этапах, когда вот только там его спроектировали, придумали, стали делать, там, какую-то бетку сделали, потом дизайн у нас заказали, мы нарисовали, все здорово, отлично, все довольны, и через год этот проект обрастает функционалом, и к нам приходят ребят, типа, а вот у нас добавилось тут маленькое, и мы такие, хопа, и весь интерфейс перерисовываем вообще с нуля. То есть, это, как бы, нормальная, на самом деле, ситуация, поэтому первое такое правило, да, это дизайн на первых версиях, он чаще всего вообще не нужен. То есть, если вы проектируете там программное обеспечение, то начинать с дизайна – это плохая идея, ну, как плохая, так-то хорошая, почему нет, но нужно быть готовым к тому, что когда будет там релиз, дизайн уже устареет. Соответственно, правильно как, то есть, ты делаешь сначала какую-то бету, ее тестируешь, там, щупаешь, если ты какое-то мобильное приложение помещаешь в маркет, пробуешь, там, да, тестируешь, ну, чтобы все работало, а уже потом, опа, надо, наверное, как-то привести все, такой, марафет навести. Вот. Ай. Так, я забыл, на какой вопрос отвечай. Не, ну, ты как раз вот про интеграцию, изначально мы-то, собственно, изначально вопрос был про интеграцию дизайна и с разработчиками вот этого процесса. Второй вариант – это когда мы непосредственно интегрируем. В этом случае чуть-чуть все по-другому, потому что все, что мы рисуем, мы, как правило, пробуем в коде. То есть, более того, часто сначала идет код, ну, допустим, мы Flutter взяли, да, новая для нас технология, но прежде, чем показывать заказчику дизайн, мы сначала пробуем, это вообще можно сделать-то, сможем ли мы это сделать. Ну, как правило, все можем, то есть, скиллов хватает, плюс-минус, Flutter он могет, там, плюс-минус, так же все одинаково, как, скажем так, в старых системах. Ну, неважно. Но, в любом случае, это, ну, намного более эффективный процесс, когда одна команда, ну, то есть, занимается и разработкой дизайна, и интеграцией ее в проект, и какой-то, каким-то, и какой-то поддержкой. Почему? Потому что на этапе интеграции возникает куча моментов, и много чего переделывается, улучшается, доделывается, при этом мы в любой момент можем, там, да, со своим же дизайнером, там, это перерисовать, там, за пять минут, условно. Вот. И поэтому результат, как правило, намного качественнее получается, как в плане быстродействия всего, потому что, как бы, у нас есть, там, скиллы, да, на это все, так и в плане удобства, так и самого визуала. То есть, как вот, тут просто, ну, просто это факт. То есть, проекты, которые мы интегрируем, они выглядят лучше и работают лучше. Тут скиллов, да. Часто бывает, что скиллов у заказчика на интеграцию дизайна вообще нет. У нас сейчас вот есть, ну, маленький проект, как раз там такая беда, то есть, там, программист будет интегрировать в QT дизайн, при этом он раньше никогда этим не занимался. И, как бы, я ему задаю вопросы, типа, парень, ну, там, допустим, есть графики, да, графики – это довольно сложный компонент, какие ты компоненты будешь использовать? Скажи мне, мы просто посмотрим на него, да, посмотрим, что могет этот компонент и нарисуем так, чтобы ты без проблем внедрил. Он, ну, звучит ответ, типа, ну, я не знаю. Любой, да, я пока не решил. Рисуйте, что хотите. Ну, как бы, мы-то подумали, ладно, рисуем по-простому, ну, чтобы, как бы, было несложно. Мы рисуем по-простому, отдаем, а тут, хопа, маркетинг, заказчик там, да, блин, что-то, ребята, у вас как-то все простенько, давайте мы тут рюшечек добавим, тут функционала, на резонный вопрос, типа, мужики, а как вы будете это реализовывать, программист сможет, вот это, конечно, мы не получаем, потому что у людей нет опыта именно в таких вещах. И что получится? Получится, что мы сделаем дизайн, ну, как бы, сделаем, все будут довольны, но на этапе программинга, когда программист будет это интегрировать, он либо порежет, либо переделает, сделает по-своему, и в итоге по факту это уже будет не то, что мы нарисовали, да. То есть, и это, как правило, скажется и на качестве. Ну, так-то, ну, тут из этого никуда не деться. Так, что еще рассказать про интеграцию? Ну, наверное, все. Давай, по ходу действий так будем. Ну, хорошо, а как, какие здесь, расскажи немножко, может быть, про технологии, подходы чуть более технические такие при интеграции. Ну, то есть, допустим, там вынос каких-то там дизайна отдельно в отдельные, ну, допустим, раньше, как это раньше было, ну, там просто все в коде разбросано, фиг знает где, какие-то модульные системы, то есть, как, интересно просто, знаешь, какие есть там технологии, способы вот более эффективно выстроить эти процессы и чтобы он в дальнейшем был чуть легче поддерживаемый. То есть, одно дело, когда у тебя все в коде разбросано, там, да, код поменялся, даже если вы его синтегрировали, условно говоря, в исходный код, да, потом, значит, разработчик, там, начал что-нибудь менять туда-сюда, там, где-нибудь скопипастил, где-то забыл, ну, знаешь, как это обычно бывает, там, ой, стиль, да, скопипастил, подправил, и в итоге, значит, когда там происходит итерация следующая, давайте тут поменяем везде цвета, там, не знаю, с белого на черный, везде меняем, все поменялось, а еще в трех десятках окон он почему-то остался белым, потому что там программист в свое время скопипастил стиль, ну, вот такие вот штуки всякие. Я понял вопрос, но на него нет ответа. То есть все, во-первых, сильно зависит от платформы, да, вот я уже упомянул Кутэ, Кутэ бы давно уже похоронить пора, на мой взгляд, хотя у нее сейчас вот, наверное, у многих там скрип на моей, на этой фразе, типа, Кутэ, ты че, это же у меня как крутая система. Блин, ребят, ну, вот технология 20-летней давности, да, то есть она не поддерживает вообще ничего из современного мира, то есть, ну, нет, интерфейсы на них можно делать клевые, вот реально крутые, вот даже, не знаю, на Windows 95 есть крутые интерфейсы, но если хотим что-то современное, именно, допустим, какой-нибудь материал-дизайн условный в кавычках, да, то это сразу нет. Почему? Потому что, ну, заколебетесь делать. То есть слишком большой объем кода, который придется написать. И тут что важно, что, допустим, тут та же Кутэ, то есть если делать все вот в рамках, там, да, представишь, что ты в 2000, там, не знаю, в восьмом году, и тогда все будет хорошо. Вот делай как тогда, и вообще все, у тебя будет супер-мега крутой интерфейс, и этого самое страшное никто не заметит. Точнее, самое клевое, что никто не заметит, потому что хороший интерфейс, он чем хорош, то, ну, как правило, пользователи не замечают, плохой или хороший, то есть он просто есть. То есть ты, допустим, подходишь к какому-нибудь, не знаю, ну, сейчас сенсор на киоске уже не в моде, но условно там раньше подходил, начинал тыкать там, допустим, просто банальную плату на телефон, там, денежку кинуть, да, хоп-хоп-хоп, тык-тык-тык ушел, забыл про, и ты даже не обратил внимания, там, какой там цвет у интерфейса у кнопок там. Нет, ну, если все на своих местах, и ты как бы, у тебя не возникло ни одного вопроса в процессе достижения твоей цели, то как бы это значит все хорошо. Ну, так, да. То есть, зависит ли от платформы, во-первых, во-вторых, от скиллов разработчиков, как я уже говорил, и тут каких-то нету, знаешь, таких вот прям паттернов или золотой пилюли, что сделай так, и все будет хорошо. Все слишком индивидуально, вот, причем индивидуально настолько по максимуму, что когда-то я пробовал там писать, да, какие-то, скажем так, документы внутренние для, ну, для ребят, о том, что вот мы делали, ну, там, какие-то внутренние процессы расписаны. И это, знаешь, что, это загоняло в рамки, и у нас получалось, допустим, одинаковый дизайн, условно говоря, получалось. То есть, мы расписали один дизайн, берем документ, пробуем делать так же, у нас получается точно такой же дизайн. Причем, хотя, вроде, пытались что-то сделать другое. То есть, да, он может чуть по-другому выглядеть, там, да, не синий был, а стал, допустим, зеленый. Ну, вот такая вот фигня. Это как гайдлайны, то есть, видишь, есть гайдлайны, допустим, там, у Apple. Если ты их берешь, то, как бы, у тебя все равно плюс-минус то же самое получится, что бы ты не хотел. То есть, соответственно, поэтому единственная вот такая, наверное, интеграция, точнее, совет по интеграции, если вы делаете, там, мобильное приложение, то у вас есть все, там, гайдлайны Apple, гайдлайны Google, гайдлайны WinB. И просто следуйте им, и все. Там все расписано, на самом деле, вдоль и поперек. Все, что нужно и не нужно. Да, вот как бы так. Ну, хорошо. Ответить вот именно, знаешь, таким техническим, что вот, не знаю, берешь, там, здесь код так, там ты используешь MVVM, здесь MVC и тому подобное. Мне кажется, все равно от проекта зависит. Плюс, видишь, интеграция дизайна – это не самая главная часть проекта. То есть, тут, наверное, следует скорее как раз про вообще этапы проектирования, да, то есть рассмотреть от дизайна от нуля до вот уже непосредственно интеграции. Да, да, я как раз ждал паузу, чтобы задать эти вопросы. Одно, вот интересно, знаешь, как бы обсудить, если ты расскажешь весь жизненный цикл дизайна. Все понимают, как устроен жизненный цикл ПО, ну, то есть, там, постановка задачи, там, проектирование, разработка, какое-то внедрение, тестирование, там, деплой, вот это все. Ну, так грубо, да, если мы говорим. То интересно, как это все выглядит у дизайна, ну, и как, соответственно, это выглядит все вместе в целом, да, потому что оно как бы по факту неотъемлемое, в общем-то, две части. Мало чем отличается, на самом деле. То есть, ты начинаешь также с изучения задач, то есть, изучения потребностей. То есть, важно что? Важно понять, какую задачу тебе нужно решить, а не то, как ее нужно решать. То есть, сейчас очень много дизайнеров, язык повернулся на этих дизайнерах, они именно рисуют не... То есть, когда делают дизайн, именно рисуют дизайн, то есть, рисовальщики, как у меня ребята их называют. То есть, картинка красивая, но она отображает процесс решения проблемы, а не решения проблемы. И вот эта сосредоточенность на процессе, о том, что вот у нас будут красивые анимации, там, здесь будет менюшка всплывать, оно зачастую затмевает именно самое важное, что пользователь пришел, то есть, пользуется ПО, чтобы решить какую-то конкретную задачу, проблему, а не то, чтобы менюшки двигать, кнопки нажимать. То есть, соответственно, изучаешь задачу, чтобы понять, какой подход использовать. То есть, будет ли это у тебя какое-нибудь боковое меню, нижнее меню, если это навигация, будет ли у тебя какие-нибудь хлебные крошки, или они здесь не нужны, это будут одностраничные, либо это будет как-то, не знаю, скроллиться просто, либо одностраничные, ну, как сайт, допустим, просто скролл, да, там это все в одном месте, либо это будут, не знаю, какие-нибудь вкладки, которыми ты будешь переключаться. То есть, целиком и полностью все от задачи зависит. То есть, тут уже, опять же, только опыт. Второй этап, это непосредственно именно архитектура. То есть, это, вот я уже сказал, что ты придумываешь, какую навигацию использовать, а дальше ты ее делаешь. То есть, ты как бы разберешь просто там, каждое окно, это квадратик, там, да, в квадратиках там какой-то контент описан, и просто думаешь, что делаешь так, в общем, чтобы не было такого, что, чтобы пользователь добрался до какой-то функции, тебе нужно пройти там 200 меню. То есть, как правило, там, ну, старое, еще там, не знаю, дизайнерами двухтысячных правило о том, что до любой функции должно быть не больше трех действий, но, на самом деле, вот это как раз задача навигации, по факту. То есть, что касается архитектуры, имеется в виду все-таки стилистика. То есть, да, то есть, будем ли мы использовать какие-то там гейдлайны те же, либо делать что-то свое, будем ли мы использовать готовые компоненты или нет. То есть, если это, допустим, ну, какой-нибудь Телерик там условный, для DPF-приложения или невероятно для DPF, сейчас есть какие-то на модели мобильных, соответственно, то это уже какие-то там условные ограничения. Сама платформа, да, то есть, Qt может одно, Flutter может совсем другое, не знаю, там, DPF третье, какая-нибудь старая MVC, архитектура четвертая. У нас был случай, когда мы вообще интегрировали дизайн, ну, помогали интегрировать в китайскую систему, в которой просто, условно говоря, не то, чтобы дизассемблери, а, как сказать, когда изучаешь систему, а потом заменяешь ресурсы, чтобы, ну, заменяли как бы их картинки на свои картинки. Ну, в дейленьках что-то подменяли условно, да, типа того? Да-да-да-да-да-да-да-да. То есть, именно, скажем так, знаешь, как раньше игры так разбирались, там всякие патчи делались, типа пропатчили, в общем, китайскую систему, сделав ей другой дизайн. Прикольный был проект. Ну, то есть, это была именно встроенная система. В общем, два раза мы так делали. Один раз делали для упаковочной машины, ну, там ребята сами интегрировали, а другой делали. Далее был этот охотничий монок и с дисплейчиком, маленький там дисплейчик, там 320 на 240 за разрешением. И, соответственно, там тоже какая-то китайская внутри штука стояла. Вот тоже надо было взять ресурсы, понять их ограничения, да, и, соответственно, сделать так, чтобы мы в эти ограничения, чтобы можно было интегрировать. То есть, возможность интеграции, вот я сказал. Интересно, интересно. Да, то есть, это такие моменты, опять же, чисто на скилухе, тут нужно все понимать делать. Ну, соответственно, когда у нас есть там архитектура, навигация, да, мы поняли, мы уже, непосредственно, уже рисуем картинки, да, какую-то предварительную версию, даем на согласование заказчику, то есть, ну, определяемся со стилистикой, грубо говоря. И вот тут можно сказать, что какие есть, ну, то есть, если не дать совет, как это было тогда и сейчас, для этапов до дизайна, до рисования, сейчас есть, допустим, такие инструменты, как Adobe XD, всякие скетчилки, веб-скетч, там проще, да, и... Вайфреймы, вот эти все катаны. Да, 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 вот эти вот, для рисования всех этих вайфреймов, макапов, и это сейчас модно, и многие этим пользуются, но, допустим, я от них ушел. Почему? Потому что это безумно, ну, просто тупая трата времени, прямо скажу. То есть, они требуют очень много времени, чтобы ты занимался вот этим, вот, расстановочкой окошек, они еще интерактивные сейчас все, это убивает очень много времени, но что важно понимать? Важно понимать, что любой прототип, вот до картинок, да, он идет на выброс, по факту. То есть, мы спрототипировали, и потом это выбросили, потому что в дизайне все равно что-то дополнится, изменится. Можно, конечно, поддерживать прототип, но особого смысла не имеет. Раз у нас есть дизайн в картинках какого-нибудь фигме, да, по факту. Уже навряд ли кто-то вернется на этап прототипа. то есть, поэтому я, допустим, делаю в PowerPoint. Почему PowerPoint? Потому что он работает, скажем так, ну, можно быстро, там максимально все выглядит некрасиво, потому что какой-нибудь Adobe XD, там скетчи, они выглядят практически очень близкие к дизайну. То есть, две проблемы создаем одновременно. Первый, заказчик не понимает, что это не дизайн, а это просто прототип, и он думает, что вот уже примерно так у него будет приложение, он начинает задавать лишний вопрос. Вторая проблема, это сам дизайнер, он видит уже практически готовое приложение, и ему надо нарисовать точно так же, то есть, мы его ограничиваем в рамках, в рамке. Это плохо на самом деле. А вот PowerPoint, где ты просто квадратами чисто накидал, у тебя есть квадрат, круг, треугольник, линия, и текст. И все, ты кинул дизайнеру, и дизайнер уже сидит, думает, как это нарисовать. Так, и у него есть там 10 способов, да, вот, и, соответственно, из этих 10 он выберет лучший, условно говоря. Слушай, вот это, очень интересная мысль, что вот ты сказал, да, что как бы действительно не давать заранее, скажем так, неправильные немножко посылов информации, которые могут быть интерпретированы неправильно, как не надо, заказчика ты как бы не переубедишь, он выйдет. ты должен заниматься своим делом. То есть, когда мы делаем архитектуру, прототипируем, да, проект, то это задача, которая не требует дизайна вообще, то есть, именно картинок дизайна, ну, дизайна в плане именно UI дизайна. конечно. Скорее UX. То есть, когда мы придумали, как будут у нас окна, что будет в этих окнах, что будет в контенте отображаться, уже отдаем дизайнеру. Дизайнер там внесет свои коррективы, возможно, даже чуть поменяет там навигацию, добавит каких-нибудь вкладок, там менюшек, но это вообще не важно, это мелочь. И тут уже важно понимать, да, есть такая вот больная мозоль, а многие заказчики, ну, опять же, это вот веб-дизайнеры, этот тренд сделали, они предлагают несколько дизайнов, заказчику, то есть, на выбор, типа, два, три, пять, и заказчик из них выбирает. Это вот, по-моему, самое ужасное, что такое можно быть, это дать задачу дизайна, дизайнеру нарисовать несколько вариантов. Почему? Потому что, как правило, когда делается интерфейс, мы так или иначе перебираем там, да, все эти варианты и выбираем то, что наиболее, во-первых, больше подходит под данную архитектуру, навигацию, то есть, под сам проект и платформу, именно с стилистикой стилистики. А во-вторых, мы уже как бы понимаем и саму стилистику, да, что вот именно конкретно в данном контексте, потому что у нас есть опыт, ну, сколько там у меня там, почти 200 проектов, да, условно, в кейсе, мы насмотрели всякого разного. Мы видели, как умирают проекты, очень многие, и поэтому мы видели, как наш дизайн не могут интегрировать, потому что не хватает скиллов, то есть, поэтому вот давайте выбирать заказчику, как правило, ну, все-таки иногда отдаем, но это очень-очень редко, то есть, это вот когда вот прям нас просят и готовы за это заплатить. Слушай, ну, тут все же тоже, мне кажется, надо немножко различать вот эти типы вариантов, да, предлагаемых решений. Одно дело, когда ты просто предлагаешь, типа, ну, смотрите, вот здесь синенькая, здесь красненькая, да, другое дело, когда у тебя в одном дизайне, там, не знаю, навигация горизонтальная, а в другом вертикальная, это где принципиально просто разные архитектуры, вообще это, по сути, два независимых проекта просто. Да, три варианта дизайна, это по факту тройная оплата, то есть, это абсолютно, на самом деле, бесполезно, почему? Потому что, если ты заказываешь дизайн у команды, которая занималась этим давно, они дадут тебе правильный вариант, наиболее оптимальный по цене и качеству уже, да, то есть, ты же, конечно, ну, изначально можно заложить проект, допустим, если это какая-нибудь презентация какого-нибудь, не знаю, ламборджини, да, это должно быть дорого, а богато, изначально, то есть, там должны быть крутые анимации, там крутая графика, там 3D-шечка и прочее, это как бы, ну, от проекта зависит, то есть, и не нужно тут несколько вариантов обратить, не нужно обратить крутую графику, а давайте мы еще нарисуем с простой графикой. А давайте мы еще просто по пиксель-арту. Да, мы любим пиксель-арту, ну, полный бред, то есть, по факту, то есть, есть задача конкретная, есть интерфей, есть ее решение, как правило, решение, ну, одно, и вот, что самое плохое, вот, когда даем 3 варианта, заказчик, как правило, выбирает тот, не тот, который мы хотим, то есть, мы какой-то, как правило, есть какой-то один вариант, такой прям, вот, да, мы, который проработанный, и вот, он идейный, есть 2, которые просто прилепили сверху, то есть, ну, я к чему говорю, что 3 варианта дают либо те, кто хотят денег срубить, либо те, кто, ну, либо неопытные просто ребята, которым все равно что рисовать, то есть, насрав там на навигацию, архитектуру, платформы, как это будет интегрироваться, и так далее. Что касается дальше, то есть, мы говорим именно про задачу проектирования, то есть, и вот, когда мы все нарисовали, следующий этап, как бы, это, ну, непосредственно интеграция, и если, допустим, это вот у нас, это итерационный процесс, то есть, мы начинаем интеграцию еще тогда, когда интерфейс до конца не дорисован, отчасти, чтобы, да, чтобы потом все не переделывать. Подожди, я тебя чуть перебью, давай, знаешь, до интеграции еще вот какое интересно, вот, пока ты там рисуешь там скетчи, прототипы, архитектуру, интересно с точки зрения UX-а, подход, то есть, простое, тут вопросов нет, а вот интересно, когда какие-то сложные кейсы, как вы проводите какой-то анализ, там, не знаю, ну, понятно, что там заказчикам непрерывное общение, то есть, а как ты там считаешь, но вот интересно, насколько это может быть, как вы пытаетесь на ранних этапах решать какие-то вопросы, там, удобства, пользования, то есть, или это все же, пока ты не попробуешь, не пощупаешь, бесполезно этим как-то заниматься, или это просто там с высоты, так сказать, опыта, там, какие-то решения уже, которые были проверены. Все, все, что ты перечислил, все вместе, то есть, и на начальных этапах, ну, есть какие-то базовые там паттерны, да, в плане, ну, люди уже там, ну, иконка сохранить, это дискетка, она устарела, но тем не менее, ее все еще используют, потому что это понятно, да, как-то там открытие папки, там, ну, кнопка открыть, ну, такие базовые вещи, если ты начинаешь перерисовывать эти иконки по-другому, то это уже, ну, в плане изабилити, тупик, ну, когда вы видите эту картинку, ну, это больше к дизайну, да, а именно на этапе проектирования, что, там все равно тоже есть какие-то паттерны, там, да, опять же, если мы юзаем какое-нибудь мобильное приложение, это гейдлайн, то есть, там по факту все это описано, все это изабилити, и просто бери и делай, да, ничего не нужно придумывать от себя, ну, каких-то разве что сложных в каких-то моментах, я не знаю, вот если вот ты, вот там, близко к тебе, ты проектируешь схему большого театра, тут уже надо подумать, как это сделать на мобильном, вот, а потом на этапе, опять же, пользования, ну, уже пользовательского опыта, то есть, когда уже приложение готово, этот тоже процесс не прекращается, то есть, там что-то можно поменять, что-то поделать, поэтому вот я и хотел сказать, что про интеграцию, что это процесс итерационный, то есть, мы начинаем это интегрировать еще, ну, когда на этапе картинок, чтобы уже пощупать, чтобы понять, где мы неправы, и переделать, допустим, что-то, если мы сделали неверно, то есть, еще идет процесс дизайна, у нас уже этот дизайн частично внедрен потому что мы, как правило, начинаем с дизайна какого-нибудь самого сложного окна то есть мы его внедряем, дальше все окна рисуются, мы смотрим ага, здесь мы поменяли, поменяли и дизайна тоже перешло вот ну то есть что касается UX, то есть это такой очень сложный вопрос, хитрый у него нет однозначного ответа многое решает опыт, многое решает пользователь, ну который будет пользователем, то есть если допустим мы делаем какую-то ПО для инженеров инженерный склад ума отличается целевая аудитория совсем другая то есть это не массовая целевая аудитория, то есть нужно понимать, что на первый взгляд абсолютно неудобные вещи им могут быть именно так и нужны форма с 10 тысячами полей то есть им так удобно почему? потому что они привыкли, наверное, может быть так к такому банально тут скорее, знаешь, вопрос скорости ввода то есть им так быстрее, чтобы не бегать туда-сюда по экранам то есть я просто проскроллил это 10 тысяч полей и заполнил то есть скроллинуть вверх проще, чем найти назад, потом вперед ну да, да, конечно сохраняется состояние туда-назад-вперед знаешь, такое то есть очень много зависит еще от целевой аудитории получается вот ну вот и потом вот второй момент очень важный это мы все еще говорим про этапы дизайна от прототипа до интеграции что когда мы начинаем интегрировать дизайн нужно понимать, что вот те картинки, что мы нарисовали визуальщина да, тоже тот же проект фигма это тоже на выброс он уже не нужен то есть вот мы выбросили прототип в скетче, макапы мы выбросили дизайн и у нас осталась только интеграция почему? потому что во время программного кода ну интеграции мы все равно получим некоторые отличия и вот допустим у нас с тобой на проекте на том большом не знаю, можно его называть или нет ну можно да, система безопасности почему нет да, да система безопасности как раз произошла на последних этапах то есть там была 11-я итерация 11-я то есть ты представляешь 11 раз вы к нам приходили ну да что-то доделать доделать либо переделать да то есть соответственно На одиннадцатой рации мы уже утукнулись в то, что наши макеты дизайна Figma... Они просто категорически отстали уже. Они отстали от проекта, да. То есть основной работой было именно внедрение текущего дизайна из проекта в Figma, условно говоря. Ну, в векторную графику. И как это объяснить, допустим, заказчику, я до сих пор не знаю, что вот эта работа, она нужна так или иначе, в какой-то момент появится. Потому что, как и скетч, так или иначе, как это обойти, я пока даже сам не знаю. И нужно ли вообще-то обходить? Наверное, не нужно. Потому что, как я уже говорил, только к одиннадцатой итерации мы достигли какого-то критического отличия макетов от проекта. Определенные скиллы, да. Но, честно говоря, бывали случаи, когда мы на второй, на третьей итерации уже расходились с дизайном, и приходилось дизайн просто переделывать, чтобы внести какие-то правки. А это довольно много времени занимает, сам понимаешь. Ну, у тебя была одна сетка, а если меняется сетка, то надо все перерисовывать, считай. Если там еще и размеры какие-то поменялись, шрифты какие-то по-другому встали и так далее и тому подобное, это целая история. То есть, по факту, там занимает часто очень много времени. Ну, да. Слушай, а вот тут в связи с этим тоже смысл какой-то вопрос. Ну, одно дело понятно, что ты там нарисовал, у тебя вот по поводу критической массы, да, там менюшка, условно говоря, позволяет, у тебя там есть два элемента, ну, ты понимаешь, что там еще три-четыре поместятся, окей, да, там, не знаю, ну, или тоже какой-нибудь там табы. Вот три табы нормально, но четыре, в принципе, если не длинный ток, пять уже сложно, да. И вот как бы это накапливается, накапливается там некая критическая масса. Ну, так сказать, переливается, переполняется, да, этот сосуд, скажем так, и надо-надо-надо все переделывать. Что касается табов, пока не забыл, сразу отвечу на вопрос. Допустим, смотри, у нас, если есть два таба, да, логично их расположить горизонтально, потому что текст горизонтально. Три-четыре тоже. И, соответственно, в дизайне, в архитектуре так и закладываем. Но если их расположить вертикально, это будет большая потеря пространства. Соответственно, потому что у нас будут два таба сверху, пустой кусок. Пустой кусок снизу, да. Но если этих табов 20, естественно, логично сделать это вертикально. Потому что так они занимаются гораздо меньше времени, и это будет просто банально удобнее. То есть ты табы можешь поскроливать обычным колясиком мышки, вместо того, чтобы городить какие-то суперсложные менюшки, выпадающие, как это сделано в разработческих системах и тому подобное. То есть горизонтальные табы меняются на вертикальные. И такого, на самом деле, очень много. Просто с табами это реально простой пример, такой наглядный самый, наверное, что когда их мало, логично их располагать горизонтально, когда их уже много именно фиксированных, то они идут вертикально. Допустим, это какое-нибудь меню настроек, допустим. По вкладкам расположили в меню настройках. На первой вкладке основные настройки, на второй, не знаю, настройки агентификации, на третьей, не знаю, безопасность и так далее. И тут как раз в этом и заключается основная проблема. То, что со временем дизайн нужно менять. То есть, как правило, на второй версии. Это простая функционалом проекта. Слушай, вот как раз-таки именно в эту тему вопрос такой. Смотри, вот можно ли, есть ли какие-то техники, механики, чтобы немножко, скажем так, упростить себе жизнь в дальнейшем проразвитии. Ну, что я имею в виду? Вот в программировании, да, но тоже понятное дело, что софт там развивается, и даже если ты там заложил какую-то начальную архитектуру, ну, скажем так, немала вероятность того, что тебе придется ее в том числе поменять довольно-таки сильно. В дальнейшем, вот. Но, тем не менее, есть какие-то такие общепотребительные подходы, ну, там, не знаю, слабое связывание компонентов. Да, best practices, условно говоря, там, разносите все там по компонентам. Сейчас там эта тема хайпа, микро и макро, и просто сервисов, что вот все мы разделяем, тем самым там… Не будем сейчас даваться в подробности, так сказать, какие там они дополнительные расходы и минусы в том числе могут перенести, да, это оставим за кадром, но к тому, что все равно есть какие-то подходы, которые позволяют тебе даже, ну, скажем так, чуть дольше прожить или, возможно, даже пережить вот эволюцию, не меняя глобально, не переписывая все с нуля. То есть, когда там у тебя монолит, а потом ты, значит, давай его именно на микросервисы дербанить, да, вот такое глобальное. Вот интересно, есть ли что-то, какие-то такие подходы, приемы именно в дизайне? Ну, то есть, там, если, например, говорить про какой-то разработческий софт, то тут, мне кажется, такие какие-то моменты можно выделить, те же самые там плавающие окна, которых у тебя 2, 3, хочешь хоть 10, они тебе как бы там не мешают, на панельке, на менюшке где-то висят, ты какие хочешь скрыл, какие хочешь добавил, да. Вот интересно именно в каком-то таком больше, может быть, не разработчиком, все-таки разработчики софта, как мне кажется, это довольно-таки отдельное направление, и не стоит его там смешивать с каким-то конечными пользовательскими приложениями, да. Но, тем не менее, есть ли какие-то там вот такие приемы, подходы, чтобы, ну, немножко, может быть, думать, а вот что, если менюшек станет 10? Или это вообще не имеет смысла, и как бы проще, ну, давай сейчас сделать как есть, а все равно там в второй версии все выбросим, перепишем с нуля. Вот твои какие мысли по этому поводу. Смотри, нет, то есть, ну, ты как раз вот задаешь вопрос о том, как сделать хорошую архитектуру проекта. Ну, если мы все изначально как раз заложим на макетах, скажем так, с заделом на будущее, то все вот окей. То есть, я могу просто так, знаешь, дать там, скажем так, вот best practice. Ну, то есть, вот я уже тут частично говорил, да, про них. Ну, допустим, так сейчас резюмируем, да. То есть, первый момент – это вот не делать дизайн там до какой-то альфа-версии проекта. Почему? Потому что, когда начнете разработать, ну, разработчики начинают разрабатывать, возникает как раз, знаешь, как аппетит приходит во время еды. То есть, возникают идеи, возникает то, сё, и какие-то поводные камни там, как раз возникают моменты, давайте здесь возьмем телерик, здесь какой-то еще другой готовый компонент. Не знаю, здесь будем использовать флаттер для мобильного приложения, там мы сделаем веб-подминку. Ну, то есть, именно вопрос разработки. То есть, если есть какой-то готовый проект в виде какой-то альфа, там, закрытой версии, беты. Уже, по крайней мере, понятны технологии, которые там применяются, да? Да, 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 то есть, это очень буст дизайну, потому что дизайн уже будет именно подстраивать вот это все, и интеграция пройдет легче, и сам дизайн пройдет легче, и будет более полон, и не нужно будет там, да, делать гигантские там совещания устраивать по поводу того, что подходит нам вот такая компоновка или не подходит на будущее, потому что об этом до этого никто до нас никто не думал, и так далее, да? То есть, ну, вот, соответственно, первый момент – это не делать дизайн раньше времени, то есть, ну, вообще не трогать его, ну, на этапе ТЗ это вообще полно глупо сделать дизайн. Можно, конечно, нет, ну, ради бога, многие так делают, и кое-где даже удачно. Но практика, ну, то есть, большая выборка проектов показывает, что это не очень верно. Второе, второй момент – это, допустим, что касается гейдлайнов, да, это не надо никогда пытаться натягивать гейдлайны одной платформы на другую. То есть, это, знаешь, в свое время там, когда появился материал дизайн, ну, вот, и не из свежего, да, то есть, это вот не так давно, ну, как не так давно, лет пять-шесть назад. Ну, где-то так, да, да. То есть, все начали его воротить куда, вот сейчас веб-страницы с этим материал дизайном, то есть, и ты видишь, как это все тормозит, вот, вот, ты как бы чувствуешь, что тебя обманули, не будем материться, то есть, вот, ты просто, ну, где-то вот в глубине души чувствуешь, что что-то не так. А почему? Потому что, как правило, гейдлайны, они создаются под возможности платформы. Ну, то есть, если как в какой-нибудь iOS можно вывести вот эту вот аэропрозрачность их радужную, да, то, ну, где ты, конечно, можешь там это как-то попробовать повторить, но у них свое аэропрозрачность. На вот Android, в 10-ом Android ввели там свои вот эти вот прозрачные радужные градиенты и тени, как бы, да, и дело не только в тенях, там, да, и стилистике, а дело именно в подходах, то есть, ну, там, на Android, на мобильниках, там, на Android, на iOS сейчас, в принципе, плюс-минус все одинаково, но, как бы, все равно есть моменты, связанные именно с платформой. Те же пуш-уведомления, да, они совершенно по-разному работают на iOS и на Android. Вот. То есть, и еще хуже, когда вот, ну, iOS и Android близко, а вот когда, допустим, с какого-нибудь винды там, не знаю, помню, появился в метро стиль, который, да, виндовый, квадратный, квадратный, все почему-то решили, что все должно быть квадратное, большое и плоское, и одноцветное. Ну, хотя в гайдлайнах было прям черным по белому написано, что это вообще не так. То есть, и это было просто ужасно. Мы делали умный дом для довольно хорошей компании, но им так захотелось. Им нужна была эта задача. Ну, то есть, у них захотел начальник, чтобы на iPad был стиль метро Windows. На iPad стиль метро, это, конечно, сильно, да. Да, это сильно, сильно. Я видел стиль метро, допустим, на сенсорных киосках. Подходишь, и ты понимаешь, что это не... Потому что, понимаешь, ну, у меня самого там был сенсорный экран, да, с этим, с виндой, еще восьмой. Мы делали много интерфейсов под него. Вот тот же умный дом, один из самых крутых наших проектов. Он сделан был именно под восьмую Windows сначала, потом под десятую. И то, о чем самое важное, что там очень прозвительные анимации, очень интерактивный отклик и работа с этим, ну, много касаний, там, пять, ну, пять-шесть, да, они все добровольцы корректно. Ты подходишь к этому киоску, у которого дешевый сенсорный дисплей промышленный, который нихера цвета не отображает и реагирует через полчаса на твои нажатия. И ты видишь эти анимации убогие и думаешь, зачем они там что-то сделали. Это можно сделать было, блин, по-старенькому, но чтобы это работало, зашибись. Второй момент – это вот не надо гайдлайны одной платформы на другую тянуть. Что касается гайдлайнов, еще важный момент, что гайдлайны – это всего лишь рекомендации по архитектуре, а не по внешнему виду. Я вот уже это говорил, да? Ну, да, да, да. Соответственно, опять же, еще один важный момент – это доверие. Каждый должен заниматься своим делом. То есть, если нет доверия, начинается вот, нам нужно три варианта, а не один на выбор. То есть, если, прости меня, ты обращаешься к команде, которая 12 лет занимается разработкой UI-ов с опытом, ты видишь их портфолио от пультов управления яхтами, лазеров, умных домов до крупных систем безопасности. И неужели люди начинают играть в дизайнеров? Мы хотим здесь красные кнопки, мы хотим это подвинуть, пусть у нас здесь будет, как в iPad. Смотришь на все это, и в какой-то момент наступает такой, знаешь, переломный, переломный такой этап, когда заказчик тебя ломает, и ты просто все, что они пишут, делаешь. И потом получается... Да, получается говно, скажем прямо, получается фигня. Самые крутые проекты, что мы делали, это проекты, когда заказчик вообще не вмешивался в работу. То есть, в прямом смысле, даже бывает, спрашиваешь, типа, ребят, скажите, как вам хочется, так или так? Слышишь ответ там, ребят, ну, как бы, это ваша задача, вы профессионалы, вы и придумываете. Ну, как правило, такое я слышал у зарубежных клиентов, причем не один раз. То есть, типа, а что вы нас спрашиваете? Это вы дизайнеры, вы должны решить, как это сделать, а не вы. Слушай, а вот в этом плане интересно. Вот менталитет все же отличается у заказчиков, да? То есть, наши прям вот все настолько, как бы... Ну, у нас вообще люди, как бы, эксперты во всем. Там сейчас, например, все в медицине стали экспертами, просто суперкрутыми экспертами, вирусологами все заделывались, так что... Да, у нас менталитет такой, что у нас почему-то каждый хочет поиграть, ну, вот, поучаствовать в процессе, да, то есть, нести какой-то свой вклад. То есть, если, вот, смотри, то есть, мы делали, допустим, вот тот же умный дом, который на метро, то есть, там заказчик вообще не вмешивался, там дошло до того, что, ну, во-первых, упростили интерфейс, там, да, до ряда, там, ну, чтобы он был абсолютно минимал-минимал и суперудобный. Там случилась вся оказия такая интересная, в том плане, что мы его интегрировали под винду, а заказчик его еще хотел на айпады и на андроиды. На тот момент у нас не было программистов под андроиды и айпады. То есть, сейчас, конечно, я бы взял там, о, флаттеры, давайте на все делать. Тогда мы сказали, как бы, ну, найдите команду, там, да, мы, если что, поможем. То есть, что получилось, что заказчик проел очень много денег, потому что три команды подряд не смогли повторить то, что сделали мы. Вот такая вот интересная история. А немножко расковь, в смысле, не смогли повторить, в дизайн, в смысле, реализовать, да? Да, не смогли, то есть, чтобы так же все работало, чтобы все было, то есть, там было как, то есть, умный дом, там был план здания, допустим, на нем там, то есть, он, ну, то есть, там интерфейс реагировал на зум, то есть, ты там двумя пальцами так раз, и у тебя там... Пинч, зум, зум ин, зум аут, вот этот пинч. Да, зум ин, зум аут, потом он реагировал, в принципе, то есть, был зависим, то есть, ты нажимаешь одно, он тебе показывает, там, какие-то зависимые вещи, там, да, то есть, менюшки всплывающие были кастомные, не какие-то, там, знаешь, как обычно по гейдлайнам, а у нас там нажимаешь, у нас была круговая менюшка, там, да, то есть, ты сразу жестом, там, допустим, нажал, сделал жест вверх, у тебя там жалюзи вверх поехали, ты нажал, ну, это именно на окно, и просто три команды не смогли повторить на других платформах, как бы, ну, вот это было, на самом деле, печально, то есть, я не хочу сказать, что мы такие крутые, мы можем, а они нет, нет, это как раз проблема в том, что мы сделали то, что люди, ну, не смогли сделать разработчики, то есть, это, как бы, мы зашли слишком далеко, там, да, такого делать не надо, если, вот, как бы, заказчик хочет, ну, то есть, если, соответственно, не ты интегрируешь, да, то есть, по ним... вот была такая ошибка совершена, то есть, соответственно, и проект в каком-то моменте вообще там умер, там все стало плохо с финансированием, ну, как бы жалко, на самом деле. Ну, да, да. Свою вину в этом, что мы нарисовали такое, но в итоге можно было сделать просто проще. Потом мы рисовали второй, думаю, именно уже для iPad'ов, мы маленько учли свои ошибки, сделали маленько попроще, там менюшки и прочее, и там вроде все удачно. Пошло дальше. Ну, это была такая закрытая система, я ее даже вживую в итоге не видел. Он тоже каким-то богатым людям ставился. Понятно. Но тут вот опять-таки, знаешь, хороший момент дополнить вот эти твои, так сказать, твои ошибки и опыт, что все же дизайн должен понимать немножко целевую платформу, да, и технологии используемые. Вот опять возвращаюсь к тому, что зачем, почему не стоит делать дизайн на этапе, когда еще нет ни строчки кода, есть только какие-то ТЗ почты и мысли, да, что непонятно как бы на что ориентироваться, да, и сложно учесть, иногда можно как бы недоучесть, а иногда можно вот как в твоем первом случае перестараться немножко переучесть. Да, важно понимать. Ну, ты видишь, к сожалению, только с опытом приходит понимание такого, что просто многие видят ТЗ, как бы видят прототип, почему давайте нарисуем дизайн, ну давайте нарисуем дизайн и вперед. Ну, что касается еще best practice, там, да, если продолжать. Это еще вот большая ошибка, это когда берется какой-нибудь фирменный стиль заказчика, да, вот у нас есть фирменный стиль и нам нужно наше программное обеспечение в нашем фирменном стиле. Попытаюсь объяснить. Фирменный стиль, это, во-первых, фирменный стиль полиграфии, как правило, да, то есть все-таки полиграфная продукция, бумажки, там, документы, это не ПО, и тем более там не какое-нибудь мобильное ПО, да, или тем более не встраиваемое ПО. Ну да, безусловно. И вот когда такое начинается, блин, вот реально, у меня есть хороший и плохой опыт одной компании, там, да, вот у нас основной заказчик, это Технониколис сейчас, и у них вот они помешаны на своем фирменном стиле, при этом он у них очень, ну, не знаю, не буду его оценивать с полиграфии, но вот с точки зрения именно как отображения на экране для ПО он ужасен. Почему? Потому что он белокрасный. Что такое красный цвет в UI, да, это валидация, ошибки, предупреждения и тому подобное. Ну, какие-то тревожные такие, символы для привлечения внимания очень важные такие. И вот мы делали интерфейс им еще в 15-м году для их системы под десктопом и под планшетами. То есть, ну, он работал и на планшетах, а на десктопах. И там как раз они продавили, ну, то есть мы не смогли продавить идею о том, что фирменный стиль белокрасный для ПО плох, а все-таки, ну, как бы сказали так и никак иначе. Ну, нам пришлось сделать белокрасный стиль. Интерфейс так себе, так себе, но он плюс-минус рабочий. Мне он не нравится. Но, вот, буквально там в прошлом году, летом, мы с Артурей стартовали с ним, в суде, тот же самый проект, но для мобильников. Ну, чуть уже усложненный, там, да, улучшенный. Ну, понятно, да-да-да. Вот. И я уже сказал прямо, что, ребят, ну, белокрасный на мобильнике мы делать не будем. То есть, белый фон, красные поля, там, кнопки, это все, ну, вообще ужасно. При этом, самое интересное, у них есть несколько мобильных приложений в этой стилистике, мне не нравится. Вот. Но, как бы, и мы продавили идею, ну, как нам сказали, типа, вы нарисуйте, мы посмотрим, если нам понравится, то окей. Мы нарисовали, им понравилось, и вот сейчас мы делаем. То есть, я, как бы, очень благодарен, на самом деле, заказчику за свободу творчества, потому что, ну, проектом реабилитировать и работать интересно. И он реально получается крутой. Он, к сожалению, сейчас пока только в Альфе, на Альфа-тесте, вот как раз, и сегодня утром в iOS его собирал. Ну, важно, что, важно, что, ну, доверие, да, то есть, какое-то появляется там к исполнителю, и нам просто сказали, ну, да, ладно, у нас фирменный стиль бело-красный, но вот мы сделаем, там, совершенно вообще темный интерфейс, от красного там только логотип на заставке, на начальный, и все. Вот это все, что мы использовали в их фирменном стиле. И в итоге получилось очень круто. То есть, часто бывают, знаешь, фирменные стилики, там, не знаю, в какой-нибудь аптеке, там, зелено-белые, вот ты видишь эти, или вот еще пример из жизни, это московское метро, там, красные, вот эти вот, их киоски красно-белые, то есть, они же врубеглазные, там. А на старых-старых этих киосках, этих, ну, которые в метро стоят в Москве, именно московское метро, сейчас говорю, это, то есть, там хреновые дисплеи, и этот, их такой красивый фирменный красный цвет, он выглядит как томатный, знаешь, такой как спорченный помидор. И ты смотришь на этот, боже мой, ешкин кот, лучше бы они черным написали, это было бы, белым на черным было бы контрастно. Ты пытаешься там разглядеть какие-то цифры на эти красные написаны, даже не бело-красные, а получается грязно-желтый, томатный, потому что промышленный дисплей, он не передает все цвета как следует, и, ну, кстати, да, то есть сразу, так сказать, опять же, еще зависит от устройства, да, то есть, если современные, там, телефоны с самолет или экранами, они могут какой угодно цвет, то есть, вывести, то есть, если какие-нибудь встраиваемые системы, то нужно, знаешь, как делать, то есть, рисуешь предварительный дизайн, и даешь заказчику его загрузить на устройство, и, либо, ну, если нет живую, то просишь сфотографировать, там, да, если нет возможности живую посмотреть, и смотришь уже, попали там в цвет, не попали, потому что часто там градиенты начинают лесенками отображаться, да, то есть, естественно, если нарисовать дизайн, дать его на интеграцию, потом может получиться какашка, то есть, вообще-то выглядеть будет совершенно по-другому на устройстве, это тоже надо учитывать, поэтому, кстати, у нас, допустим, есть интерфейсы в портфолио, которые выглядят довольно странно, почему такие цветовые решения, а они именно такие, потому что на устройстве они выглядят круче, то есть, как бы, смотришь их с компьютера, они выглядят так, а вот уже непосредственно на устройстве совсем по-другому, ну, зависит от монитора, от цветопередачи его и так далее. Ну, понятно, понятно, да, да, да. Да, то есть, соответственно, что касается, ну, именно устройств, еще важный момент, нужно помнить, что у нас есть разные устройства ввода там, да, то есть, сенсорные экраны, они тоже работают по-разному, есть, когда мульти-тач дисплей, есть сингл-тач, ну, где-то есть резиссивные там экраны, есть, как они... Емкостные. Емкостные, вот, да, спасибо. И они все работают по-разному, соответственно, и в раз... То есть, допустим, на емкостных экранах можно делать какие-то мелкие элементы, там, можно на них попасть и нажать, да, то есть, на резиссивных уже тут будет проблемой. Соответственно, то есть, клавиатура, да, в дисктопном ПО про нее вообще сейчас все забыли. Ты берешь какой-нибудь, не знаю, Телеграм, где дура ухвалится о том, какой у него холеный интерфейс, где не работает шорткат и таб, и ты такой же думаешь, да, ребята, вы прям... Слушай, меня, честно говоря, вот это тоже очень сильно расстраивает, то есть, я вот, ну, привык, что если у меня есть клавиатура, как бы, блин, ну, таб, control, таб, там, не знаю, вот, ну, это все должно работать в любом приложении просто, и действительно есть какие-то современные такие, типа, считающиеся там хайповые, понтовые приложеньки, да, где, там, не знаю, ты жмешь таб, я, кстати говоря, в этом плане там даже тестировщиков своих тупо заставлял, да, что, ребята, значит, вот прям отдельно в чек-листе отдельный пункт – это прощелкать на каждой страничке таб, чтобы он переключал фокус последовательно и логично, да, с элементов, вот, и там, где это неправильно, это как-то поменять. А тут ты жмешь таб, и понимаешь, так, я не понял, почему он не в следующей списке переключился на какой-то там чек-бокс хрен знает где, с какого перепуга. И это прям убивает. Мне кажется, народ на это просто, ну, народ в смысле. Скажи, почему не зашел в свое время Ribbon интерфейс, хотя сейчас до сих пор вообще он используется, ну, в Microsoft Office, потому что многие не понимали, что он по факту создан для клавиатуры, этот UI. То есть, когда вот ты с ним работаешь чисто с клавиатуры, блин, ничего лучше просто не придумать. То есть, он мега удобный в плане работы с клавиатурой, и он получается супербыстрый за счет этого. То есть, ну, мы как раз, ну, очередная best practice – это помнить, что у нас есть клавиатуры. Веб, веб, либо десктоп. Кстати, вот на многих сайтах веб-формы тоже вообще не работает с клавой. Ну, просто ты сидишь, нажимаешь, думаешь, ее рука-лицо просто что тут, почему я не нажимаю, там не могу прийти в следующее поле. Это просто вот расстраивает на максималку меня. Слушай, тут, кстати говоря, вот, коль мы затролли как раз там неработающие интерфейсы и там табы, вопрос доступности, да, accessibility, мне тоже кажется, вот. Мне очень приятно, что там в последнее время, ну, больше, правда, в вебе я сложно судить там про какой-то десктоп вещи такие там мобильные, но в вебе, слава богу, как-то есть люди, которые там пытаются об этом говорить, там что-то я вот там даже тоже свои там сайты пытаюсь там тестировать, там Vax, еще где-нибудь, чтобы увидеть там, прописывать там ареи лейблы и пятое, десятое там, где их не хватает, еще что-то. Вот что-то можешь рассказать по этой части в контексте разработки интерфейсов, или бы все же это, ну, точнее, есть ли такая проблема, или бы все же то вот, когда софт какой-то такой там не рассчитанный на масс-маркет, да, именно какой-то специфичный, но в некоторых случаях на это можно забить, потому что, например, если ты делаешь там действительно какую-нибудь там, не знаю, приложеньку для инженеров, где 200 тысяч форм, ну, навряд ли это будет делать инженер там какой-нибудь слепой, если ему там нужно видеть, ну, я не знаю, я как бы так фантазирую, но... Что касается доступности, то есть, допустим, смотри, вот если взять старый интерфейс, там 90-х или 2000-х годов, у них был довольно высокий порог входа, то есть реально нужно было даже какой-то гайд, обучение там проходить, какой-нибудь автокад старый возьми, да и современный автокад тоже, но у них было большое преимущество, это высокая скорость ввода данных, то есть ты, когда умел работать, да, с каким-нибудь автокадом, там, не знаю, с какой-нибудь программой, 3D Max или с тем же офисом, то ты в итоге работал, когда вот научился, ты прям вот работал, да, и уже не обращал внимания на интерфейс, то есть ты просто творил или писал там, если это Word какой-нибудь, считал таблицы и там не подал, делал презентацию. Современный тренд это казуализация UI, да, то есть это низкий порог входа, но по факту для профессиональных пользователей это боль, вот это боль, это самая настоящая боль, это казуализация интерфейсов на мой взгляд. По моему скромному мнению, все-таки нужно ориентироваться на целевую аудиторию, то есть если целевая аудитория какие-нибудь, ну, то есть если приложения действительно достаточно сложные, ну, нужно просто забить на новых пользователей, пусть учатся, потому что гораздо, ну, больше плюсов в карму тебе дадут пользователи, которые будут уже дальше работать и в контексте именно долгой работы, то есть большинство же сейчас софта, оно используется в контексте, да, именно вот 8 часов в сутки, там, то полный рабочий день ты фигачишь там, да, и в этом плане интерфейс должен подстраиваться под эти 8 часов в сутки, а не под каких-то новых пользователей, не какое-то интерактивное обучение, там, большие кнопки для слепых или прочее, именно важна скорость ввода, то есть на мой взгляд, то есть вот современные, особенно мобильные интерфейсы или истинные даже игрушки какие-нибудь, я почему в игры не играю, часть, потому что ты смотришь, это все слишком просто для детишек, там, ну, да, низкий порог входа, но по факту, вот пытаясь балансировать, да, вот, между новыми пользователями и удобством, скажем так, ввода информации, а любой интерфейс это по факту, ну, скажем, ввод-вывод в основной его цель. Ну, конечно, да, иначе как бы... Ну, мы... Ну, тут две беды, две беды, то есть первое, это мы в итоге не угождаем никому, потому что новые пользователи рано или поздно станут профессиональными пользователями, да, и уже со временем начнут матюгаться на это все, а старые пользователи, они сразу начнут ругаться на эту вашу казуальщину. Яркий пример, это вот недавний редизайн, там, программы Blender для 3D, просто у меня дизайнер в этом деле тоже там участвовал в этих баталиях и прочее, то есть они там запилили там новые, ну, то есть там представьте, что Blender, да, то есть это такая серьезная софтина с кучей менюшек. Ну, кат такой, да, полноценный кат, по сути, что там. Вот, соответственно, там они запилили новый дизайн и фигакнули, типа, модный тренд, а давайте мы сделаем все иконки плоские и одноцветные, хопа, по данным инструментов 20 иконок все одноцветные, молодцы, 5 с плюсом. В свое время Visual Studio также сделала бета-версии, на что на них наехали разработчики, типа, вы что, ребят, неудобно же, и в итоге все переделали. И многие уже на эти грабли почему наступали, но так иначе продолжают наступать. Ну, всем хочется еще на личном опыте, так сказать. Ты знаешь, как вы имеете отношение к этим плоским и одноцветным иконкам? Примерно такое, что намного более эффективно убрать эти иконки и просто буквы на них написать. То есть, если кнопка «Сохранить», то букву «С» напиши, потому что буквы, они хоть с чем-то ассоциируются, там, да, с какой-то буквой «С» «Сохранить», «О» открыть, там, да, «В» там выдалить или вставить, черт его знает. Вот. Когда иконки все однотипные, это очень плохо. Вот именно в плане восприятия, да, то есть, человеку не с чем ассоциировать. То есть, все-таки цвет, форма, а цвет плюс форма еще больше, то есть, вариации цвета формы, они делают какие-то визуальные маркеры в интерфейсе, да? Конечно, конечно, да. Более того, можно и гуи так строить, чтобы, допустим, там, да, какая-нибудь поддель инструментов, и у тебя там в условных разделителях первая иконка, допустим, была ярче, чем остальные. Это пользователи не заметят, но по факту в памяти это отложится, что визуальные маркеры. Круто. Вот. То есть, не нужно искать баланс между модой, там, казуальностью и удобством. Мне кажется, удобство должно быть на первом месте. Вот это вот. Знаешь, как это? Это вот первая беда. Вторая беда, которая здесь возникает, это как раз то, о чем я говорил в самом начале. То есть, мы начинаем думать о процессе решения какой-то проблемы, нежели самой проблеме. И, знаешь, процесс какой-нибудь анимации нарисовать, там, накликнуть с одного экрана на другой, там у нас как-нибудь покрасивая страничка перелистнется. Кстати, вот все миллисекунды, которые мы теряем на этих анимациях, перелистываниях и отвлечения внимания, оно на самом деле занимает наш мозг, и это все, опять же, нехорошо. То есть, это, как сказал Тони Старк в «Железном человеке», эффектно, но неэффективно. И вот я как бы стараюсь придерживаться как раз эффективной модели интерфейсов. Да, пусть это будет не так красиво, как на Dribbble или Behance, а вот эти вот вычурные, но зато это будет решать какие-то конечные проблемы пользователей, ну, какие-то задачи. То есть, вообще идеальный интерфейс за тот, которого не видно, то есть, его нет. Ну, вот, если говорить, опять же, да, про бест практики, я бы хотел тут все-таки договорить. Давай-давай. Ну, что, смотри, то есть, если так вот быстро по-быстрому пробежаться, то есть, все-таки максимальная скорость и ненавязчивость там анимации и прокрутки сделают гораздо больше, чем, да, какой-то именно, какие-то крутые, там, не знаю, тени или градиенты, да. Не, ну анимашки те же самые, они, конечно, создадут вау-эффект на первый один-два раза, а дальше просто они тебе приезут, и ты будешь думать, боже, опять эта анимация, быстрее бы она закончилась. Не знаю, какие анимации часто бывают, тестируют. То есть, иногда, вот, я помню, мы делали тот же «Умный дом», я тестировал анимацию выпадения менюхи четыре дня. То есть, я четыре дня настраивал ее скорость, чтобы она была оптимальной. То есть, понимаешь, да просто там два параметра, это, ну, график анимации, то есть, она же нелинейная, там, да, допустим, сначала пустые, потом запустяется, там, и, соответственно, тайминг этой анимации. И два параметра я крутил три дня без отдыха, в итоге вот накрутил, потом еще пять раз перекручивал. Это такой важный момент, ну, в плане уже больше тестирования этого, и UI, нежели... То есть, ну, я к чему, что скорость работы, скорость именно анимации и прокрутки, что не важно. То есть, прокрутка тоже анимация, по факту. Они, наверное, делают гораздо больше, чем какой-то визуальный, да, стилистику. То есть, если они работают хорошо, особенно это замечаю на веб-приложениях, если я сейчас открываю какое-нибудь веб-приложение, оно бывает на прокрутке тормозит даже, да, то есть, если крутится хорошо, о, уже молодцы, сделали нормально, потому что сейчас очень много веб-приложений, просто тормозящие, как в усмерти. Вот это вот, например, вымораживает. Дальше, смотри, ну, то есть, как бы из скорости анимации возникает, ну, то есть, возникает момент, это производительность. В принципе, ну, целиком производительность, да, то есть, допустим, ты нажимаешь на кнопку сохранить, у тебя там, хоп-хоп, как-то все быстро работает. То есть, это уже код, но смотри, если какой бы ни был хороший дизайн, юзабилити и прочее, если код говном, то и, как бы, это вообще ничего не поможет. Поэтому я и говорю, что лучше сначала написать приложение, а потом натягивать дизайны мило, что, ну, часто видим, там, да, проблему о том, что, ну, когда, знаешь, обремонт в глазу-то мы и не заметили. Что-то, знаешь, там вообще гусмерть тормозит, а люди начинают двигать какую-нибудь иконку, там, да, кнопку, какой-нибудь шрифт, и поиграться с шрифтами, вместо того, чтобы оптимизировать то, что действительно нужно оптимизировать. Вот. То есть, производительность на первом месте, как ни крутить им. Тут же рядом с анимациями и производительностью стоит, как бы, навигация и скорость ввода данных. То есть, как я уже говорил, что для инженеров, там, да, возможно, там, 10 тысяч полей на одной странице, это намного быстрее, чем переходить, там, по куче табов. Тут нужно смотреть уже индивидуально на проект, но скорость ввода, она очень важна. Ну, опять, туда же клавиатуру, туда же мульти-тач, то есть, да, этом все нужно использовать, если оно есть, и понимать, как это работает. Ну, и это все к чему, что удобство, оно важнее внешнего вида. То есть, понимаешь, вот интерфейсы, там, из 90-х, они были простенькие, но зачастую, там, какие-то супер-мегаудобные, там, да, отчасти. Ну, вот особенно, там, не знаю. Слушай, а вот тут, знаешь, тут мне кажется очень хорошая аналогия с играми, да, вот, возьми, там, 90-е игры, а не было бы такой крутой 3D-графики, как сейчас, да, но игры брали интересом, да, то есть, ты там, не знаю, вот вспомнил любые игры, там, не знаю, квесты, какие-нибудь, там, дюны, я не знаю, там, они брали интересом. А сейчас ты смотришь на эти 100-500 3D-шутеров и понимаешь, что, ну, как бы, да, графика, вот. Туда же фильмы, туда же интерфейсы. Знаешь, почему, пока помню? Потому что дизайн, он нужен контенту, то есть, дизайн в плане инженерии, не только как визуально, как инженерия, то есть, если, часто, знаешь, приходят какой-нибудь, нам нужно нарисовать интерфейс для какой-нибудь мобильного приложения, спрашиваешь, а что будет вот в этих там полях, да, что здесь, а, напишите что-нибудь там, да, потом мы решим. Это вот самый неправильный подход, потому что, если нет контента, значит, нет дизайна. То есть, дизайн, он не нужен кнопочкам, каким-то рамкам, там, да, окнам, менюшкам. Дизайн нужен именно контенту, то есть, гораздо важнее, что в этой менюшке выпадает, нежели то, как она выпадает, или, там, какой у них цвет, там, какой шрифт, там, какие иконки, вообще не важно. Важно именно, что там в этой менюшке, ну, контент. То же самое можно отнести к играм, да, то есть, если у тебя сюжет, если интересен, тебе на графику это по барабану будешь. Ну, в том-то и дело, да, да, что... То есть, вот, видишь, потеря приоритетов сегодня в дизайне, это большая проблема, на самом деле. То есть, вот, я в свое время разочаровался в профессиональных дизайнерских ресурсах, это, вот, дрибл, беханс, подобное. Почему? Потому что со временем туда пришли именно казуальные интерфейсы, казуальная графика. То есть, ты видишь и понимаешь, что, да, картинка красивая, нарисована, молодцы, хорошо, но это не рабочий вариант. Потому что, как только туда забьются реальные данные, появятся прокрутки, появятся, знаешь, там, ну, какие-то данные начнут не влезать, появятся всякие многоточия, обрезка, там, да, какие-то поля, там, работа с клавиатуры, и это все нужно будет переделывать, либо как-то делать по-другому, либо как-то это учитывать. Этого, как правило, сейчас никто не показывает, да, вот, этого момента, и самое ужасное, что заказчики приходят и показывают мне, вот, смотрите, мы хотим так. И это приходится каждому вот объяснять, что вот так это бутафория. Знаешь, как, возвращаясь к тому же железному человеку, да, а AR-интерфейс, который там показывали, ну, о дополненной реальности, да, это, конечно, круто, это эффектно, но это пипец неэффективно. То есть они не рабочие, это бутафория. Многие этого не понимают, там, к нам приходили, мы хотим как у железного человека, мы хотим как в фильме Трон, мы хотим, не знаю, еще чего-нибудь. Начинаешь когда-то все объяснять, показывать, это очень много времени занимает и сил, на самом деле, чтобы донести это до клиента, что, типа, ребята, это бутафория, это sci-fi, это кино, там, на три секунды этот интерфейс показан, что просто вау-эффект показать и все. Слушай, в этом плане, кстати, вот, мне кажется, то же самое и там, там, к аудиоинтерфейсам, да, у всех там, вау, у всех там есть голосовое управление. По факту нажать кнопку на пульте телевизора примерно в сто пятьсот тысяч раз проще, удобней, чем телевизор или там, хей, Сири, включи телевизор, нет, позвони не Пете, а Маше вот это, блин, ну трэш, трэш же это. Во-первых, трэш, во-вторых, знаешь, в чем самый большой трэш, чтобы активировать голосового помощника, тебе нужно включить телевизор, нажать кнопку. Ну, конечно, сейчас умные колонки, они вроде по голосу активируются, но они энергию постоянно жрут. Опять же, да, то есть, ну, кнопка, она чем хороша, она, ну, во время ее нажимания активирует питание, то есть электричество тратит, а голосовой помощник хватает всегда. Ну, то есть, тут вопрос, опять же, эффектно, но неэффективно. Так, что еще про дизайн сказать? Ну, смотри, то есть, что касается best практик, у меня тут дизайнер буквально вчера сказал такое интересное выражение, когда заказчику делать нечего, он дизайн обновляет. Хорошая фраза, отличная. Важно понимать, что зачастую дизайн, ну, не нужно там, да, стремиться к идеалу, то есть нужно все-таки решать проблемы производительности, там, да, непосредственно проблемы контента, там, банальное исправление орфографических ошибок, там, да, какие-то картинки красивые, там, обработать, загрузить в интерфейс, они дадут намного больше, ну, к тому же интернет-магазину какого-нибудь, да, то есть, бывает, заходишь, смотришь, там, товар вообще как-то сфотографирован, криво-косо, непонятно ничего, там, описания вообще нету, отсутствует, либо две строчки, то есть, и тут уже по барабану, какой там у него интерфейс, зачем он нужен и так далее. То есть, контент – это первое, что нужно решать, над чем нужно трудиться, интерфейс – это уже потом, сверху приходящее. Это как бы сложно, да, трудно, нужно, но не самое главное. Слушай, слушай, а вот тут, знаешь, еще сразу такой вопрос возник, вот, например, там, как сказать, много языков, поддержка, там, языков интернационализации, да, что называется, вот, как тут, интересно, дизайн, есть ли какие-то тонкости разработки дизайна в контексте мультиязычных приложений, да, потому что, ну, понятно, что там есть, например, там, RTL, ну, текст, написание текста, там, не знаю, арабский, и уже сильно меняют, но, может быть, еще какие-то у тебя есть мысли по этот счет? Да, смотри, ну, мы делали, как-то еще делали сенсорные киоски, там, для платежной системы, там, было как раз эти киоски в Абудабе, у них там справа налево, на юм нужно было, ну, Арабский Эмират, это такая, знаешь, мультиязычная страна, и там как раз был русский язык на киосках, английский, арабский, китайский. Ну, кстати, тоже, да, интересно, там, банальный иероглиф, ну, там, не знаю, банально, что там, знаешь, перевод, там, не знаю, название кнопки «Окей», хорошо, она, наверное, там, «Окей», «Да», «Ес», «Но», на многих языках будет примерно короткий, но бывает такая ситуация, когда на одном там языке слово, оно там короткое, да, на другом длинное, и вот тут, ну, и расскажи какие-то такие интересные что-то. Больше, если я скажу, допустим, японский какой-нибудь язык, он пишется не просто справа налево, еще и справа налево, сверху вниз, как бы, на самом деле, боли страдания это, интернализация это боли страдания, вот я кратко охарактеризовал, стоит ли об этом подробнее, я не знаю, наверное, нет, ну, не в данном контексте, слишком широкая тема, на самом деле, и, опять же, все индивидуально зависит от платформы, да, далеко не все платформы поддерживают интернализацию, на самом деле, то есть, в итоге, вот тоже кутэ взять, ты будешь вынужден, там, японский интерфейс, там, вообще все переколбасить, вот вообще все, то есть, это будут два разных проекта, по факту, ты возьмешь какой-нибудь WPF, там, ну, как бы, есть поддержка, да, ну, в том же UVP, ну, вообще, что касается, если говорить о платформах, да, то вот UVP, как платформа, это, ну, это следующая, ну, платформа Microsoft, которая... Ну, да, Universal, как там... Да, Universal... Windows или как это, Web, или... Windows Presentation, как это я... Да, что-то такое, ага. Ну, она, на самом деле, ну, я считаю ее самой крутой в плане именно возможностей, но, к сожалению, маркетинг пластмасса, например, победит, побеждает, и тут, как бы, да, никому не нужны эти приложения на винде, ну, во-первых, отчасти, потому что сейчас мобильные у всех, то есть, даже вот планшеты, там, тот же iPad, он не так популярен, на самом деле, то есть, ну, мобильники у всех, а вот... Нет, ну, понятно, что... Да, да, понятно, что сейчас, как бы, мобил, она, многие даже Mobile First начинают делать свои, там, приложения, системы именно потому, что мобильник у каждого, там, а компьютер, там, это уже вторично. И это правильно, на самом деле, то есть, ну, в плане вот именно как раз поддержки вот этой той же интернализации, да, или там, не знаю, ну, гейдлайнов непосредственно производительности, она, наверное, сейчас самая передовая в плане... То есть, если там все правильно делать, то там будет такая, давай, производительность, ну, в плане вот тех же анимации, да, там вообще можно все, что угодно напихать. Мы там даже игрушки пилили, ну, 2D, на этом деле. И это было, ну, там, не то чтобы сложно, скажем так, оно работало, то есть, и если сделать это на каком-нибудь QTA или WPF, ну, WPF, то это просто все сдохнет, просто будет тормозить, ну, на этапе даже просто обычного лоудинга UI, там, да, таких всех компонентов, которые загрузят, загрузят, то есть, тот же Flutter, да, вот, что, опять же, нравится, что довольно произведенный, то есть, почему мы до этого мобильники не делали, ну, потому что под нативную разработку нужно, как бы, отдельных разработчиков, плюс я все-таки, как бы, ну, давно уже стараюсь отходить от нативной разработки, поэтому под Android мы долгое время ничего не делали. Вот, хотя там были всякие замарины, были всякие, какие-то там React, React Native, да, 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 Native Screen и Company. Да, смотришь на это и понимаешь. Cardoba, Cardoba, ой, как она? Cardoba, они не тащат, понимаешь, они не тащат в плане производительности UI вообще абсолютно, то есть, особенно вот какой-нибудь Zamarine, тот вообще тормозной чудовище, вот, хотя вроде бы тот же ZAM, ZAM, WPF, там даже Microsoft его перекупили, но они не смогли из него сделать что-то вменяемое. Вот Flutter, он избавляет от проблем, конкретно скорости ввода, вот то, что мы о чем говорили, там, да, юзабилити, то есть, ZAM позволяет сосредоточиться на контенте, то есть, это самое важное, на самом деле. То есть, интерфейс сделали, там, да, где-то может быть что-то криво-косо, но оно все равно хорошо и быстро работает. Это вот такой решающий фактор в выборе платформ для меня сейчас. Ну, если говорить именно дальше от платформов, именно про перспективные, это, я считаю, игровые движки. То есть, Unity, Unreal Engine, потому что сегодня они шагнули настолько далеко, что на них реально можно делать какие-то крутые приложения под мобилы, не игровые, а прям чуть ли не бизнес-приложения. И в некоторых случаях это единственный вариант, вообще сделать бизнес-приложения. Допустим, вот недавно у нас, как раз мы с тобой тоже оценивали проект, это вот те же буровые, ну, то есть, интерфейсы управления, там, буровыми скважинами, там, нефтяными скважинами. Ну, да-да-да. Нефтебуровыми установками, как правильно назвать, не знаю, но, в общем. Ну, ладно. Интерфейс управления, ну, то есть, скважиной, он подразумевал, там, какой-то 3D, да? Соответственно, как юзать это в 3D, а в какой-нибудь платформе, не знаю, там, на каком-нибудь, не знаю, на каком-нибудь, не знаю, на каком-нибудь, не знаю, Марине, Реакте, Кордове, смерти подобное, по факту, это пособенно поддержка. И вот тут нам приходит на помощь какой-нибудь Unity 3D, в котором мы можем зафигачить контент 3D, плюс сверху делать слой интерфейса, и внутри все писать на обычном, на Датнете, как бы, ну, отлично, блин, супер, супер. Причем это тоже пришло недавно, потому что до этого Unity, ну, Датнет у него был только моно, там, то есть, там, старый, какой-то, версии 2, сейчас они пришли на 4, и я надеюсь, нескоро на Датнет Корд перескочит, то это будет вообще отлично. Я уверен, что перескочит, то, как бы, тут, в принципе, логично. Плюс игровые движки, это шейдерная графика, а за шейдерами будущее, потому что видяшки становятся все мощнее и мощнее, и уже, вот, не знаю, на мобильниках чуть ли не видеочипы стоят, как бы, да, и они уже стоят, то есть, по факту. Ну да, да, конечно. И, соответственно, шейдерная графика, она позволяет творить просто неимоверные вещи в плане визуала. Вот такого, ну, конечно, этим сейчас никто еще пока не пользуется, пока. Но вот, чтобы говорить, если о будущем, то лучик света в темном царстве – это шейдерная графика. Потому что вот в том же Unity, они там реализовали сейчас крутые штуки, там есть визуальный шейдер граф, то есть ты можешь, не зная шейдерных языков программирования, это вот, к слову, фреймворк программиста. То есть ты реально можешь писать нега-крутые визуальные эффекты, и они будут суперпроизводительны, да. То есть, это будет работать и на мобилках, и на десктопе, да, то есть еще и вопрос к расплатформенности решается за тебя. Ну, это вот в плане, куда вообще движется этот мир. Да, а что думаешь, куда движется дизайн, вот именно как бы UI, UX? Ну, ты уже сказал там про вот это, так сказать, про, как сказать, не визуализацию, а, в общем, упрощение, вот это, так сказать, казуализация, да. Вот какие еще у тебя мысли по этому поводу? Ну, смотри, сегодня части профессионалы, вот те, кто там, да, что-то могут, они на сегодняшнем рынке становятся неконкурентоспособны, потому что сегодняшний рынок – это херак-хераков продакшн. То есть, мало кто занимается глубоким изучением платформ, да, то есть, какие-то бубаги, фичи там, то есть, энтузиастов единицы, в основном все фигачат по гейдлайнам, и, соответственно, и ты, ну, и мы вынуждены под этот мир подстраиваться, да, то есть, соответственно, в пользу, ну, потому что сметы режут, как бы, ну, мы предлагаем, допустим, смету условно 10 рублей, а конкуренты предлагают в пять, чтобы нам спустить до пяти, нам нужно вырезать какие-то сложные вещи, да? Ну, логично, да. Соответственно, вот такая вещь, как тестирование интерфейса, допустим, да, все о нем говорят, но по факту его проводят только крупные компании, какие-нибудь Яндексы, там, да, Гуглы, Эппл, в очень малых каких компаниях, где работает, там, я знаю, ну, 10-15 человек будут тестировать интерфейсы, ну, это долгое, ну, неэффективное и неизвестно, к чему приведет, потому что нужен как-то, ну, а же нужен этот отдельный подход, опять же, вот, ты в свое время там тоже так же говорил, что писал документики для тестировщиков, чтобы тап протыкать, да? То есть, кто-то должен написать этот документ. Не, ну, это такая систематизация всех процессов, это отдельная задача, это не просто, так сказать, там, кто-то, типа, слушай, Вась, ты там что, пока там в носу ковыряешься, напиши-ка документик, да, для тестирования, для проверки. Нет, так это не работает, это надо полноценно, фуллтайм заниматься этим вопросом, причем, как бы, немножко понимать вообще, что ты хочешь достичь, каких целей и как тебе собрать фидбэк, как тебе обучить пользователей, как обучить их, в первую очередь, в том плане, чтобы они тебе давали фидбэк, который можно, ну, содержал какую-то полезную информацию, а не просто, а, да тут что-то кнопка дурацкая не нажимается, это вот, ну, как бы ни о чем, шум, шум. Да, да, да. Ну, и, соответственно, вот я уже говорил, что там пластмассовый мир победил и так далее, но смотри, вот по поводу туда, куда движется дизайн именно, то есть все, как правило, мчут за трендами, ну, то есть, там, да, какой-нибудь Apple выпускает новую iOS, темная тема, о, все, давайте делать темные темы. Я на это насмотрелся там уже за 10 лет, там, да, но только когда все менялось, знаю прекрасно, как крупные компании типа Apple, Google, Microsoft кидают разработчиков, просто там, поэтому я смотрю именно в сторону кроссплатформенности, именно в сторону удобства, а не изуальщины, ну, тренды, они, знаешь, приходят и уходят, то там вот в 2013 или 2014 году, как-то возник тренд, он прям взорвал там весь интернет, это длинные тени у иконок, все стали рисовать эти иконки с длинными тенями, я еще туда сказал, что как бы мода приходит и уходит, и, ну, сейчас рисуем с длинными, у нас тогда как раз был новый дизайнер в штате, он, ну, буквально там год с нами так проработал, и вот он прям тут тоже был адепт длинных теней, в иконках, да. Вот, буквально через год, то есть год этот тренд подержался, через год весь интернет стал бурлить о том, что это длинные тени, это фигня, это была ошибка, как бы, и это, оно постоянно, это просто, ну, может быть, мало кому видно, особенно разработчикам, да, дизайнерские терки в мире, почему, знаешь, там, вот как вот я уже говорил, что, когда делать нечего, больше код дизайн меняет, ага, 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 когда делать нечего, почему вот эти вот, фейсбук сейчас дизайн, ну, то есть, то там редизайн, айос каждым разом дизайн что-то меняет, вот, почему так это происходит, потому что они создают тренд, то есть им важно вот на этом хайпануть, а что там, кто там этот разработчик, как это они будут использовать, по факту, лучше признаем, скажем честно, им по барабану, и тут нужно, как бы, понимать, что используя какой-то гайдлайн или проще, во-первых, он поменяется через год, то есть сегодня нужно, ну, то есть любой гайд, который, гайдлайн, который все так холют или леют и говорят, что, о, надо делать все по гайдам, да, вы молодцы, ребята, но через год у вас все поменяется, поэтому важно думать головой своей, то есть и загладывать именно какой-то будущий задел, там, не обращать внимания вот на всякие тренды и прочее, и, как показала практика, этот путь правильный, потому что смотришь там на свои старые интерфейсы, я вот сейчас, не знаю, смотрю там на те же умные дома, на яхты, там, лазеры, и, понимаешь, они до сих пор сегодня актуальны, просто потому что, ну, просто потому что мы могилы. Слушай, ну, ничего, мне кажется, хорошая такая точка в нашей сегодняшней беседе, как раз, что надо думать головой, мне кажется, это самая главная и правильная мысль. Да, чтобы заговорились с ним. Ну, нормально, да, поговорили. Слушай, что, спасибо тебе большое, что пришел в гости в подкаст, вот, мне кажется, было очень интересно всякие обсудить, надеюсь, даже нашим в основном техническим слушателям тоже будет интересно для какого-то такого вообще развития и чуть-чуть больше широкого представления о том, как используются продукты, если, конечно, вы не бэкэндер, которому пишут опишечку и которой больше ничего не надо, но, тем не менее. Вот, надеюсь, что тоже всем будет интересно, так что, друзья, оставляйте ваши там комментарии, замечания, пожелания, поддерживайте нас на Патреоне. И что, до новых встреч, всем спасибо, пока-пока. Пока.